Сегодня мы разбираем четвертую главу книжки Джега. Глава называется «Невозможные миры». Данная глава посвящена обсуждению концепции невозможных миров. В этой главе Джега рассматривает несколько вариантов интерпретации того, что собой представляют возможные и невозможные миры. У меня презентация будет начинать листаться только с середины доклада, поэтому не пугайтесь, что картинка не меняется. Значит, «Невозможные миры» Джега определяет как миры, в соответствии с которыми невозможные вещи происходят. Иными словами, если мир репрезентирует некоторое положение дел, и если это положение дел невозможно, то такой мир будет называться «невозможным миром». Невозможные миры не являются невозможными сущностями, какими, например, являются круглые квадраты. Почему? Потому что круглые квадраты не могут существовать, а невозможные миры, напротив, согласно Джега, действительно существуют. Невозможные миры репрезентируют невозможности. Ну и здесь Джега используют своеобразную метафору. Он говорит, что в этом смысле невозможные миры похожи на работы Маурица Эшера, который рисовал литографии, изображающие всякие невозможные штуковины. Значит, сами по себе его литографии вполне себе возможно, но то, что они изображают, невозможно. Также Джега отмечает, что далеко не все авторы разделяют его точку зрения на вопрос о существовании невозможных миров и подробнее о бантологическом статусе невозможных миров в продолжении данной главы. Зачем вообще необходимо использовать невозможные миры? Затем, что использование невозможных миров позволяет сформулировать максимально точную концепцию содержания для анализа гиперинтенциональных конструкций. Собственно, именно поэтому Джега и прибегает к данному инструментарию, к инструментарию возможных миров. Далее Джега проясняет, что значит репрезентировать невозможности, то есть что означает, что невозможные миры репрезентируют невозможности. Есть несколько способов интерпретировать такую репрезентацию. Согласно некоторым авторам, например, Ликон и Берто, согласно некоторым авторам, репрезентировать невозможности означает репрезентировать в качестве истинного некоторое логическое противоречие. То есть невозможные миры, согласно этим авторам, это логически противоречивые миры. Другие авторы, например, Кресвелл, полагают, что невозможные миры – это репрезентации, которые просто подчиняются принципам тех или иных неклассических логик, ну, например, принципам интуиционистской логики. Такие миры считаются невозможными не потому, что они репрезентируют противоречия или какие-то другие невозможные положения дел, потому что то, что они репрезентируют, не соответствует тем или иным законам классической логики. Например, миры, которые подчиняются принципам интуиционистской логики, могут не репрезентировать закон исключенного третьего. С точки зрения классической логики, такие миры логические. Так, значит, вот Джага принимает обе точки зрения и рассматривает в качестве невозможных миров как те миры, которые репрезентируют невозможные положения дел, так и те миры, которые являются логически неполными. Джага также принимает принцип полноты, сформулированный Ноланом. Этот принцип полноты предполагает, что если невозможно, что а, то существует невозможный мир, репрезентирующий, что а. Этот принцип гарантирует, что у нас будет достаточное количество миров для того, чтобы построить достаточно точную концепцию эпистемических содержаний. Ну и, соответственно, в отличие от Кресвелла, Джага не настаивает, что все миры должны подчиняться обязательно какой-то особой нетривиальной логике. В результате у Джага получается очень либеральное понятие мира, в соответствии с которым то, что репрезентируется миром, не должно, в общем, подчиняться никаким конкретным логическим правилам. Ну и, видимо, такую же точку зрения разделяет Крис, и у Крисца такие миры называются открытыми мирами. Также Джага отмечает, что некоторые философы проводят различия между разными типами возможностей и невозможностей. Например, выделяется намическое, метафизическое, логическое, концептуальное возможности и невозможности. Такие типы возможностей и невозможностей можно интерпретировать в терминах соответствия или несоответствия законам различного уровня, например, законам природы или истинным метафизикам, или логическим законам, или концептуальным истинам соответствия. Ну, например, намически невозможно, но, вероятно, метафизически возможно, чтобы волновая функция эволюционировала не в соответствии с уравнением Шрёдингера. Но метафизически невозможно, например, чтобы Зиги не был Боуи, но и то, и другое, возможно, логически и, возможно, концептуально. Для Джега вот такие различия между типами возможностей и невозможностей не имеют большого значения. Джега принимает в свою концепцию все типы невозможных миров. Это оправдано тем, что все миры – это просто репрезентации, построенные теоретико множественным способом из реально существующих сущностей. И прежде чем углубляться в логику и метафизику невозможных миров, имеет смысл рассмотреть, какие существуют причины для того, чтобы верить в невозможные миры. Некоторые сторонники невозможных миров, например, Нейлор и Яги Сава, утверждают следующее. Возможные миры – это версии или сценарии того, каким мог бы быть мир. Поскольку таких версий существует много, постольку существует много возможных миров. Но существует также множество вариантов того, каким мир не мог бы быть. И если буквально интерпретировать здесь квантификацию по этим версиям или сценариям развития миров, то такие версии существуют и представляют собой невозможные миры. Так, например, Яги Сава утверждает, что если принимать позицию модального реализма, то не следует останавливаться на Льюисовском модальном реализме, а следовательно было бы сделать следующий шаг и принять расширенный модальный реализм. То есть тезис о том, что помимо миров в Льюисовском смысле, существуют также невозможные миры вот в таком же реалистском смысле. Сам Джега полагает, что Льюисовский вариант трактовки разговора о мирах как версиях не самый лучший из возможных, потому что Льюисовская концепция в принципе внутренне противоречива, и доказательству этого посвящена в каком-то смысле данная глава. Собственную позицию Джега называют актуалистской. Согласно актуалистской позиции, всякая существующая сущность существует актуально. И в возможные и в невозможные миры Джега верит только как в миры, построенные или собранные из актуально существующих сущностей. Основным вопросом относительно возможных и невозможных миров для Джега является вопрос о том, почему целесообразно с философской точки зрения обсуждать их логическую и метафизическую природу. Значит, Джега выделяет два основания такой целесообразности. Во-первых, возможные и невозможные миры лучше всего позволяют объяснить понятие содержания, включая состояние знания и убеждения, когнитивной значимости информации, а также содержание и информативности умозаключений. Во-вторых, возможные и невозможные миры дают наилучшее объяснение этих контрвозможных условных высказываний. Вот они в английском языке are counter-possible conditionals. Я что-то не уверена насчет перевода, но буду переводить так. То есть таких условных высказываний наподобие тех, которые рассматривались во втором параграфе третьей главы. Например, если бы Зиги не был Bowie, то Bowie не был бы Bowie, и если бы Bowie не был Bowie, то Bowie не был бы Bowie. Ну, далее ничего про эти counter-possible conditionals не говорится, так что и ладно. Далее Джега переходит к рассмотрению вопроса о том, чем являются возможные и невозможные миры, а также как именно они репрезентируют какие-то положения дел. Прояснение метафизических оснований концепции возможных и невозможных миров необходимо для лучшего понимания того, как и почему эта концепция работает для решения семантических проблем. Особенно важное значение имеет разработка метафизики невозможных миров, поскольку, согласно Джега, природа невозможных миров вообще не ясна, и ни одна из концепций возможных миров не обладает достаточным потенциалом для объяснения природы невозможных миров дополнительно. И Джега начинает с обсуждения статуса миров в целом, а затем переходит непосредственно к невозможным мирам. Значит, Джега выделяет две основные концепции возможных миров. Первая концепция – это концепция подлинных миров, genuine worlds, но я буду переводить далее подлинные миры. Не знаю, корректно это или нет. Значит, согласно этой концепции, возможные миры существуют в том же смысле, в каком существует актуальный мир, а именно возможные миры точно так же состоят из сущностей, локализованных в пространстве и времени, обладающих свойствами и вступающими в пространственные временные отношения друг с другом. Эту концепцию Джега называет подлинным модальным реализмом. Основными сторонниками этой концепции являются Льюис и Егисава. Льюис только в отношении возможных миров, а Егисава еще и в отношении невозможных миров. Вторая концепция, противоположная концепция – это концепция эрзац миров, согласно которой миры, отличные от нашего, существуют, но не являются мирами того же типа, что и наш актуальный мир. То есть эрзац миры не являются подлинными мирами в описанном выше смысле, они являются простыми репрезентациями или моделями того, что могло бы или не могло бы быть. Подлинные миры тоже являются репрезентациями того, что могло или не могло бы быть, но они не являются просто репрезентациями. Подлинный мир репрезентирует существование единорога, например, тем, что вот в этом подлинном мире есть реальный единорог из крови и плоти. Эрзац-мир репрезентирует существование единорога каким-то другим, не знаю, возможно, иллюстративным или лингвистическим способом. В общем, в этом заключается основная разница между подлинными мирами и эрзац-мирами. Соответственно, вот эту концепцию эрзац-миров Джага называет эрзац-модальным реализмом. Как подлинный модальный реализм, так и эрзац-модальный реализм полагают, что миры, отличные от нашего, существуют, то есть обладают существованием, или являются реальными. Существует еще противоположная позиция, согласно которой есть миры, отличные от нашего, но такие миры не существуют, то есть не обладают существованием. Этой позицией придерживаются три автора, Бальцана, Мейнонг, Твардовский, три основных автора. Согласно этим авторам, некоторые вещи обладают бытием, но не обладают существованием. Отдельный аспект этой позиции разделяют или разделяли также Рассел, Лински, Зальто, Прист и Вильямсон. Например, Прист считает, что некоторые вещи, то есть вещи, о которых можно осмысленно говорить и по которым можно производить квантификацию, не существуют и не обладают бытием. К таким вещам как раз Присты относят возможные и невозможные миры. Вот этот спор о том, есть ли различия между бытием и существованием, часто называют спором между пассивилизмом и актуализмом. Актуалисты полагают, что все бытие актуально, пассивилисты отрицают актуальность всего бытия. То есть пассивилист может полагать, что какие-то сущности не существуют, но могли бы существовать. Такую позицию обычно называют классическим пассивилизмом. Или пассивилист может полагать, что существуют сущности, которые не являются актуальными. Джего далее проясняет свое отношение ко всем этим позициям. Относительно классического пассивилизма Джега воздерживается от комментариев. То есть о классическом пассивилизме, понимаемом как утверждение о том, что сугубо возможные сущности обладают бытием, но не существованием. Сам Джега принимает понятие существования такое, которое он характеризует как всеобъемлющее понятие существования. Да, действительно Джега признает, что понятие существования иногда используется в каком-то узком или ограниченном смысле. Например, когда существование приписывается только конкретным вещам в пространстве и времени. Или, например, когда существование приписывается только актуальным вещам. Но на самом деле за этими употреблениями, согласно Джега, не скрывается никакого метафизического смысла. Это обычные случаи ограниченной квантификации. То есть квантификации по какому-то ограниченному, выделенному домену. Также Джега не принимает аргумент Бальцана Мейнанга-Твардовского в пользу сущностей, которые не обладают существованием, но являются объектами определенных мыслей. Джега приводит здесь соответствующую иллюстрацию или цитату из Рассела. Цитата такая. «Бытие» — это то, что принадлежит каждому мыслимому термину, каждому возможному объекту мысли. Высказывание «а нет» должно обязательно быть или ложным, или бессмысленным. Ведь если бы «а» было ничем, нельзя было бы сказать, что его нет. Таким образом, упомянуть что-либо значит показать, что оно есть. Это цитата из раннего Рассела. Что-то работу я не посмотрела, но в общем, в книжке она указана. Значит, Джега отмечает, что этот аргумент опирается на плохую семантику. В действительности семантическое значение термина и его динатат могут не совпадать, поэтому мы вполне себе можем осмысленно употреблять термины, такие как «круглый квадрат», «супермен», «золотая гора», но при этом избегать выводов в стиле Бальцана, Нинонга и Твардовского о том, что несуществующие объекты реально существуют. В частности, поздний Рассел в своей теории дескрипции тоже указал, показал или открыл этот факт. Факт о том, что семантическое значение и динатат могут не совпадать. Значит, таким образом, Джега говорит, что в дальнейшем будет исходить из тезиса, что все существует, то есть, что бытие и существование коэкстенсивны, и что миры, отличные от нашего собственного, тоже существуют. Следующий вопрос, на который необходимо ответить, это вопрос о том, являются ли миры, отличные от нашего собственного, подлинными мирами, или они являются актуально существующими эрзац-мирами. Предварительно, значит, Джега еще раз проясняет различия между подлинными мирами и эрзац-мирами. Значит, обычно это различие проясняется в терминах различий между конкретными и абстрактными сущностями. Так, Льюисовские подлинные миры – это конкретные пространственные временные сущности, причем, согласно Льюису, абстрактные сущности, такие, как, например, множество числа и свойства, существуют, но не принадлежат или не являются частью ни одного из миров. Вот такие сущности, согласно Льюису, существуют необходимо, и все их свойства являются сущностными. Но в этой концепции нет места для абстрактных сущностей с невозможными свойствами, и, согласно Джега, это очевидный недостаток Льюисовской концепции. Джега здесь приводит пример, опять возвращается к теореме Ферма, которая говорит о том, что нет таких целых чисел x, y, z, такие, что x в степени n плюс y в степени n равнялось бы z в степени n, и чтобы вот это число n было бы целым числом больше 2. Но, Джега говорит, кто-то может не верить в эту теорему, и поскольку кто-то может не верить в эту теорему, подход невозможных миров к анализу гиперинтенционального содержания требует от нас признания существования таких миров, согласно которым такие числа существуют. Причем очевидно, что отсюда мы не должны иметь возможность заключать, что такие числа действительно или реально существуют, или могли бы существовать, имея соответствующие свойства, которые мы признаем противоречивыми с математической точки зрения. Таким образом, нам нужно различать миры между собой в отношении абстрактных сущностей, поэтому мы не можем вслед за Льюисом охарактеризовать подлинные миры как максимальные суммы объектов, связанных пространственно-временными отношениями. Ну, потому что вот такие миры, или так понимаемые миры, неразличимы между собой в отношении абстрактных сущностей. Различие между подлинными мирами и эрзац-мирами может проясняться в терминах того, как эти миры репрезентируют. Ну, я об этом уже говорила, здесь Джего повторяется. Значит, Льюисовские подлинные миры репрезентируют существование невозможных объектов тем, что содержат эти невозможные объекты в качестве своих частей воплоти, и такой способ репрезентации существенен для подлинных миров. То есть такие миры дедикта репрезентируют существование некоторого F, содержа в себе это F как часть. Но Джего отмечает, что этот критерий работает только для дедикта репрезентации. В отношении Дере-репрезентации сторонникам подлинного модального реализма, в частности Льюису, приходится принимать какие-то дополнительные принципы. В частности, Льюис принимает принцип, в соответствии с которым ни одна сущность не является частью более чем одного подлинного мира. Принятие этого принципа позволяет Льюису избежать проблемы случайных внутренних свойств. Об этой проблеме будет чуть-чуть дальше, поэтому я здесь пример, связанный с этой проблемой, опускаю. Значит, и вот Дере-репрезентации реализуются у Льюиса посредством концепции двойников или контрпартов. А я буду говорить контрпартов. И в дальнейшем, ну вот мне так удобнее. Значит, так. Ну вот, у определенных таким способом подлинных миров есть две важные особенности, которые Джего специально выделяет. Значит, во-первых, такие подлинные миры подчиняются принципу экспортирования. Значит, этот принцип экспортирования формулируется следующим образом. Если мир W репрезентирует что-то как F, то что-то является F. Потому что если W репрезентирует что-то как F, то W содержит F в качестве части. И поскольку мир W является частью совокупности бытия, то в силу транзитивности отношения быть частью, F также является частью совокупности бытия. Вот это принцип экспортирования. И вторая особенность подлинных миров заключается в том, что подлинные миры заставляют нас всерьез принимать неактуальные сущности. Значит, вот с принципом экспортирования возникает много проблем. В частности, принцип экспортирования оказывается проблематичным для любой концепции невозможных миров. Действительно, если экспортирование сугубо возможных сущностей из подлинных миров, из подлинных возможных миров не приводит к противоречию, а просто захламляет нашу антологию, то экспортирование невозможных сущностей или положений дел из подлинных невозможных миров неизбежно приводит к противоречию. Почему? Потому что приходится принимать рассуждения следующего вида. Поскольку невозможные миры являются подлинными частями бытия и имеют в качестве частей противоречивые сущности, мы делаем вывод, исходя из транзитивности отношения быть частью, что само бытие имеет противоречивые части, истинно описываемые некоторым противоречием. Вот, собственно, и основная проблема, связанная с принципом экспортирования для невозможных миров. Радикальное решение этой проблемы есть у Егисавы. Егисавы предлагают признать, что можно высказать истину о невозможном, противореча при этом самому себе. То есть буквально Егисавы предлагают признать, что некоторые противоречия истины, причем истины, безусловно, а не только относительно некоторого невозможного мира. То есть Егисавы предлагают принять диалитическую позицию. Однако Джега возражает, что просто допустить истинные противоречия, как это делают диалитисты, недостаточно, чтобы решить проблему, возникающую в связи с принципом экспортирования. Ведь даже диалитисты хотели бы, чтобы некоторые высказывания оставались ложными, безусловно, ложными. Для этого диалитисты используют параконсистентную логику, которая запрещает выводить из противоречия все, что угодно. Вот так они гарантируют, что какие-то ложные высказывания остаются безусловно ложными. Но когда мы экспортируем противоречия из невозможных миров, то ложных высказываний в принципе не может остаться. Потому что всякое высказывание оказывается безусловно истинным. Здесь Джега приводит примеры, но я примеры опускаю для экономии времени. Соответственно, поэтому диалитисты не могут принять концепцию подлинных невозможных миров, в которой поддерживается принцип экспортирования. Сам Егисава предлагает альтернативную концепцию миров, которая отличается от Льюисовской, его подход особенно интересен тем, что он явно сфокусирован на невозможных мирах, о которых Льюис, получается, как бы не думал. Значит, Егисава предлагает интерпретировать модальности по аналогии с тем, как вопросы существования объектов во времени решаются в так называемой четырехмерной теории. В соответствии с четырехмерной теорией сущности существуют и обладают свойствами в момент времени Т, потому что есть временная стадия объекта или в силу того, что есть временная стадия объекта, существующая в момент времени Т и имеющая соответствующие свойства. Ну, например, Берти в этот понедельник имеет форму гончей, потому что у Берти есть гончообразная, понедельничная временная стадия. Когда-то Берти был щенком, потому что в прошлом у него была щенячья стадия. И Берти всегда прелестен, потому что все его временные стадии прелестны. Четырехмерная теория таким образом объясняет, как объекты сохраняют самотождественность, переживая при этом трансформации в течение времени. Данная концепция предполагает этерналистскую антологию времени, согласно которой прошлые, настоящие и будущие сущности подлинно существуют. У этерналистской антологии есть противоположный вариант. Противоположная позиция этернализму — это презентизм. Соответственно, презентизм отрицает такую антологию, согласно презентистам существует только то, что существует в настоящем. То есть обладает существованием или подлинно существует. В этом смысле актуализм — это модальный аналог презентизма. Актуализм — это, повторюсь еще раз, это позиция, которую придерживается Джага. А подлинный модальный реализм, Льюисовский, — это модальный аналог этернализма. И в связи с этим необходимо ответить на следующий вопрос. Что значит для сущностей существовать и иметь свойства в соответствии с миром? Значит, Яги Сава отвечает, что сущности существуют и имеют свойства в мире W за счет того, что у них есть модальные стадии в мире W, и эти модальные стадии обладают соответствующими свойствами. То есть Берти актуально имеет форму гончей, потому что у него есть гончообразная актуальная стадия. Берти мог бы быть толстым, потому что у него есть сугубо возможная толстая стадия. И Берти необходима собака, потому что все его стадии собачьи. Но принятие этого подхода, подхода Яги Савы, как отмечает Джага, не спасает нас от проблемы, возникающей в связи с принципом экспортирования. То есть противоречия все равно неизбежно возникают. Итак, Джага демонстрирует это опять на примере. Берти имеет свойства в мире W благодаря тому, что он имеет эти W стадии с этими свойствами. Его W стадия является толстой, безусловно. То есть это сущностная или внутренняя толстая стадия. То есть данная стадия обладает свойством быть толстой сущностным. То есть это свойства внутренние. И даже несмотря на то, что Берти, как обычный объект, то есть как совокупность всех своих стадий, не является толстым с необходимостью, то есть сущностной или внутри. Тогда возможность того, чтобы Берти был толстой и гончей, влечет за собой, что где-то в модальном пространстве существует стадия толстой и гончей. И такая стадия является сущностно толстой, а не просто толстой в мире W. И если размышлять вот в соответствии с той же логикой о невозможностях, то получится, что невозможность того, чтобы Берти был толстой и одновременно стройной и гончей, влечет за собой, что где-то в модальном пространстве существует сущностно толстая и одновременно стройная стадия гончей. Относительно этой стадии мы можем истинно утверждать, что она является одновременно толстой и не толстой. Таким образом, мы как бы противоречия не избегаем. Значит, Ягисава мог бы возразить, что Джего здесь путает понятие существования и понятие реальности. У Ягисава проводятся различия между этими понятиями. Согласно Ягисаве, это различие заключается в том, что существование всегда релятивизировано относительно конкретного мира, тогда как реальность, она безусловна, то есть она трансмировая. Джего отвергает это возражение, указывая на то, что то, что Ягисава называет реальностью, ничем не отличается от того, что обычно принято называть существованием. И более того, даже если мы примем всерьез такое терминологическое разделение, которое предлагает Ягисава, мы все равно сможем построить аналогичное рассуждение, приводящее к противоречию даже для реальных сущностей, то есть для сущностей, которые являются реальными в смысле понятия реальности, которое предлагает Ягисава. Чтобы мы могли избежать противоречивого вывода, придерживаясь концепции подлинных невозможных миров, нам мы должны допускать, чтобы Берти был толстым в мире W в силу того, что Берти обладает толстой модальной частью, целиком находящейся в мире W. То есть мы не должны допускать, чтобы Берти был толстым в мире W в силу того, что Берти обладает толстой модальной стадией, частью, целиком находящейся в мире W. То есть должно быть так, чтобы возможная толстота Берти была нередуцируемым отношением между Берти в целом и миром W. То есть в этом смысле Берти не имеет форму гончей, он имеет форму гончей в актуальном мире или актуально. Здесь важно отметить, что иметь форму гончей актуально не может редуцироваться к тому, чтобы иметь гончообразную модальную часть актуально или в актуальном мире. Тогда в соответствии с этим подходом Берти вообще нет никаких модальных частей. Вот такой реляционный подход позволяет избежать проблемы, связанные с принципом экспортирования, потому что наличие реляционного свойства быть в форме гончей, релятивизировано к миру W, не подразумевает обладание одноместным свойством быть в форме гончей. В соответствии с таким подходом одноместных свойств вообще нет. Особенность этого подхода состоит в том, что одна и та же сущность может существовать во многих мирах, поскольку эта сущность может находиться в отношении существовать в сразу с несколькими мирами. То есть если Берти толст в мире W1 и встроен в мире W2, то Берти является общей частью вот этих двух миров W1 и W2. Вот из-за этой особенности данный подход называют подлинным модальным реализмом с пересечением. И основным сторонником данного подхода является Макданилс. Вот значит, под пересечением здесь подразумевается наличие у разных миров общих частей. Но в связи с этим подходом возникают свои отдельные проблемы. Так, во-первых, неясно, являются ли миры в рамках этого подхода все еще подлинными мирами. Ведь такие миры не состоят из конкретных объектов в обычном смысле. Потому что отношение быть частью в модальном реализме с пересечениями является необычным трехместным отношением между объектом миром W1 и миром W2. Ну, например, моя рука является частью меня в мире W1, но не является частью меня в мире W2. Поэтому мы как бы не можем сказать, что Берти, например, безусловно является частью мира W, ведь быть, безусловно, частью мира W – это двухместное отношение. Вот, то есть стандартное двухместное отношение, в смысле стандартное отношение быть частью для обычных конкретных объектов является двухместным отношением. В данном подходе этот принцип нарушается. Во-вторых, в рамках модального реализма с пересечениями обычные свойства объектов, которые мы привыкли рассматривать как внутренние свойства или сущностные свойства, рассматриваются как внешние реляционные свойства. В соответствии с этим подходом сущности вообще не могут иметь внутренних свойств. То есть все возможные свойства релятивизированы относительно того или иного мира. В-третьих, модальный реализм с пересечениями не дает нам по-настоящему редуктивной теории модальности, потому что он не может объяснить, что такое возможный мир, не прибегая к модальным понятиям. И, наконец, модальный реализм с пересечениями не может быть приспособлен до построения концепции невозможных миров. Джага тоже приводит пример, но этот пример я опускаю. Итак, Джага делает вывод, что ни одна из трех рассмотренных концепций возможных миров, то есть ни концепция Льюиса, ни концепция Егисавы, ни концепция Макданиэлса, не являются удачными концепциями для невозможных миров, то есть если их расширить на невозможные миры. Следовательно, невозможные миры не могут быть подлинными мирами, а должны рассматриваться только как эрзац-миры. Далее Джага рассматривает вопрос о возможности применения гибридного модального реализма. Начинает Джага с объяснения того, что такое тезис о паритете. Несколько авторов предлагают тезис о паритете, согласно которому возможные и невозможные миры должны быть сущностями одного и того же типа. То есть либо и те, и другие должны быть подлинными мирами, либо и те, и другие должны быть эрзац-мирами. Вот у этого тезиса довольно много привяженцев. Соответственно, Джага говорит, что мы можем этот тезис как принять, так и отвергнуть. Если мы согласились рассматривать невозможные миры как эрзац-миры, потому что противоречиво рассматривать невозможные миры как подлинные миры, то перед нами открываются две возможности. То есть мы можем принять тезис о паритете и рассматривать все миры, как возможные, так и невозможные, как эрзац-миры. А можем, соответственно, не принимать тезис о паритете и принять гибридную точку зрения, в соответствии с которой возможные миры будут подлинными мирами, а невозможные миры будут эрзац-мирами. Значит, вот вторую возможность в частности реализует Верто или Перто, и он называет получившуюся концепцию гибридным модальным реализмом. Значит, в соответствии с гибридным модальным реализмом, атомарные пропозиции – это множество подлинных возможных миров, а эрзац-миры – это множество атомарных пропозиций, то есть множество-множество подлинных возможных миров. Ну и при этом, соответственно, все невозможные миры – это обязательно эрзац-миры. Джага отмечает, что такой способ построения гибридной концепции сталкивается с двумя проблемами. Во-первых, то, что рассматривается здесь как эрзац-миры… Нет, не так. Во-первых, то, что здесь Верто рассматривает эрзац-миры как множество-множество подлинных возможных миров, накладывает логические ограничения на то, как эти миры могут репрезентировать. Например, такие миры не могут репрезентировать что А и репрезентировать что Б, не репрезентируя при этом конъюнкцию А и Б. Но нам, наоборот, бы хотелось, чтобы миры могли репрезентировать что А и репрезентировать что Б, но при этом не репрезентировать конъюнкцию А и Б, поскольку способность выполнять это условие необходима для точной концепции содержания, которую мы ищем. Вторая проблема с гибридным модальным реализмом заключается в том, что он смешивает интуитивно различные содержания. То есть, например, высказывание «Геспер есть Ф» истина в тех же самых подлинных возможных мирах, что и высказывание «Фосфор есть Ф». Поэтому эрзац-миры, которые строятся теоретико множественным способом из подлинных возможных миров, репрезентируют, что Геспер есть Фосфор тогда и только тогда, когда Фосфор есть Ф. Получается, что вот эти два высказывания, что им приписывается одно и то же содержание. Вот чего нам бы хотелось избежать. Другие версии гибридного модального реализма могут избежать этих проблем. Например, эти проблемы не возникают для чистой концепции эрзац-миров. И если сторонник гибридного модального реализма примет в свою концепцию в дополнение к своим подлинным возможным мирам все эрзац-миры из чистой концепции эрзац-миров, то есть включая невозможные эрзац-миры, то ему также удастся избежать обозначенных проблем. В результате, правда, получится совсем другой гибридный модальный реализм, отличный от того, который предложил Верто. Эрзац-миры в такой концепции будут строиться из теоретико-множественных способов, из подлинных возможностей, но при этом не будут множествами возможных миров. То есть они будут более разнообразными, чем любые множества возможных миров. Тогда пропозиции и другие понятия, связанные с содержаниями, могут быть определены в терминах множеств эрзац-миров. И тогда, соответственно, подлинные миры будут представлять собой нечто вроде строительных блоков для построения эрзац-миров, ну и, соответственно, будут указывать на то, какие эрзац-миры репрезентируют подлинные возможности. Но в отличие от подхода Верто, подлинные миры в этой концепции не будут играть непосредственной роли в образовании и содержании. И, значит, предвосхищая пятую главу, Джега указывает на то, что в действительности достаточно только одного единственного актуального мира, рассматриваемого в качестве подлинной возможности, чтобы получить все необходимые нам строительные блоки для построения эрзац-миров. Вот в таком случае роль сугубо возможных подлинных миров исчерпывается указанием на подлинные возможности. Ну и Джега подытоживает рассмотрение гибридного модального реализма утверждением о том, что гибридный модальный реализм жизнеспособен, только если подлинный модальный реализм жизнеспособен. Но подлинный модальный реализм нежизнеспособен, и нежизнеспособность подлинного модального реализма доказывается далее. Джега предлагает аргумент против подлинного модального реализма. Этот аргумент сосредоточен на том, как в подлинном модальном реализме используется теория контрпартов. Суть аргумента такова. Соединение подлинного модального реализма и теории контрпартов приводит к абсурду. Поскольку Льюис вынужден прибегать к одной из версий теории контрпартов, поскольку его подлинный модальный реализм должен быть отвергнут. Вот сперва Джега концентрируется, сосредотачивает свое внимание именно на концепции Льюиса, но указывает, что его аргумент применим ко всем другим концепциям подлинного модального реализма, что демонстрируется чуть-чуть позже. Значит, предварительно проясняется, что такое теория контрпартов. Согласно Джега, теория контрпартов призвана дать ответ на вопрос, как я или любой другой конкретный индивид репрезентирован в других мирах в качестве какой-либо версии. Значит, этот вопрос, это вопрос о ДРМ-одальностях или проблема случайных внутренних свойств Льюисовская. Ну, например, подлинный мир репрезентирует меня как имеющего хвост, имеющую хвост, и содержит в себе хвостатую версию меня. Если бы этот хвостатый индивид в другом возможном мире был нумерически тождественен мне, то у меня тоже был бы хвост, а у меня нет хвоста. То есть наличие или отсутствие хвоста в данном случае – это внутреннее свойство. Поэтому если у меня нет хвоста, то хвостатая сущность, являющаяся частью другого возможного мира, не может быть мной. Вот это как раз и есть сущность Льюисовской проблемы случайных внутренних свойств. Льюис решает эту проблему, предполагая, что хвостатая сущность из другого мира – это моя версия или мой контрпарт. А нечто может считаться одним из моих контрпартов, если оно похоже на меня в некоторых важных отношениях. Что именно это за важное отношение обычно зависит от контекста. Вот, собственно, и все, что нам нужно знать, согласно Джега, о теории контрпартов. И далее Джега демонстрирует, каким образом возникает противоречие между теорией контрпартов и подлинным модальным реализмом. И вот я, наконец, перелистываю слайд. Значит, обозначим высказывание Y является контрпартом X, как C от XY. Восказывание X является частью Y, как P от X и Y. А высказывание W является возможным миром, как W большое от W маленького. Тогда утверждение о возможности вида «возможно, что А, X1 и так далее до Xn, где X1 и Xn являются свободными переменными в А», можно выразить следующей формулой для всякого. Существует такой возможный мир, и существует такой Y1 и так далее. И существует такой Yn, что W является возможным миром, что Y1 является частью W, что X1 является контрпартом Y1 и так далее, и так далее до, значит, n-ных объектов. Вот где, соответственно, А с верхним индексом W это то же самое, что А, но с ограниченными квантерами, пробегающими только по объектам из мира W. Вот здесь использование ограниченной квантификации позволяет везде вместо квантеровой всеобщенности для какого-нибудь предиката B подставить для всякого X. Если X является частью W, то B. И для квантера существования подставлять выражение. Существует такой X, что X является частью W и B. Значит, вот эту схему перевода Джега называют контрпарт-анализом оператора возможности. Вот этот контрпарт-анализ оператора возможности входит в противоречие с метафизикой Льюисом. И Джега далее это демонстрирует. Допустим, что W это некий возможный мир, ну или просто некий мир, а E это некоторая возможная сущность, которая не является частью W. Тогда мы можем записать это следующим образом. Это формула 4.1. Где она? 4.1. Вот. Нужно еще было перелистнуть слайд. Значит, W является возможным миром, и E не является частью W. Формула 4.1. По правилу введения возможности, в соответствии с которым из A следует, что возможно, что A, получаем формулу 4.2, та же самая формула, только с оператором возможности. И далее по схеме контрпарт-анализа оператора возможности получаем формулу 4.3. Вот эта формула 4.3, согласно Джега, противоречит Льюисовской метафизике, в соответствии с которой ни один мир не является частью какого-либо другого мира. Чтобы увидеть вот этот принцип, Льюисовский принцип, что в соответствии с которым ни один мир не является частью какого-либо другого мира, выражается формула 4.4. Значит, чтобы увидеть, что 4.3 противоречит 4.4, мы допускаем из формулы 4.3, что имеются такие сущности V, X, Y, такие, что выполняется формула существует возможный мир V, и X является частью V. V, и, соответственно, что X является контрпартом V, и так далее. В общем, я не буду читать эту формулу. И, соответственно, из вот этой формулы и из формулы 4.4 следует, что X тождественен V. И если мы подставим X вместо V, то мы придем к явному противоречию, мы увидим, что Y является частью X и не является частью X одновременно. Таким образом, Джега выводит противоречия через правила введения возможностей и через контрпарт-анализ оператора возможностей из посылок, которые являются истинными согласно Льюисовской метафизике. Джега ссылаясь на Диверса, называет проблемы, подобные вот этой сформулированной проблеме, проблемами расширенной моделизации. Джега приводит еще два примера таких проблем из работы Диверса, но вот эти примеры я опускаю. Значит, Джега настаивает, что проблемы расширенной моделизации необходимо воспринимать всерьез. И он отвергает две возможные стратегии представить проблемы расширенной моделизации в качестве псевдопроблем. Первая такая стратегия строится на тезисе, что Джега неправомерно смешал модальный язык, содержащий оператор возможностей, и язык теории контрпарта. А вторая стратегия строится на утверждении, что правила введения возможностей не общезначимы в контексте теории контрпарта. Джега отвергает оба эти тезиса, оба тезиса, лежащих в основе этих стратегий. Первый тезис Джега отвергает, указывая на то, что при построении своего аргумента Джега использовал тот же самый язык, который использовал Льюис в своей работе о множественности миров, а в этом языке Льюис использовал как модальные операторы, так и предикаты теории контрпарта. Второй тезис Джега отвергает, указывая на то, что введение возможности эквивалентно активности необходимости, или аксиоме Т, так где из необходимости А следует А. Отвергнуть аксиому Т можно, но модальности в логиках без аксиомы Т обычно не интерпретируются как элитические модальности, поэтому такой ход неоправдан. И далее Джега переходит к рассмотрению возражений на свой аргумент. Интересный ответ на аргументы Джега дает диверс. Так, идея диверса заключается в том, чтобы провести различия между ординарными и экстраординарными модальными случаями. В ординарных случаях возможность для оператора возможности интерпретируется в соответствии со стандартным контрпарта анализом оператора возможности, а в экстраординарных случаях, то есть в случаях расширенной моделизации, применяется принцип 4.5. Вот здесь он на слайде представлен. То есть в экстраординарных случаях, в случаях расширенной моделизации, мы просто игнорируем модальный оператор при анализе. Значит, Джега называет этот принцип избыточным анализом оператора возможности и оператора необходимости. Тогда, если воспользоваться этим принципом избыточного анализа, то мы могли бы допустить, что формула 4.2 является как раз таким случаем расширенной моделизации. Вернусь вот к формуле 4.2, но на предыдущем слайде. И в этом случае мы должны ее анализировать с помощью принципа избыточного анализа оператора возможности. Тогда в результате ее анализа должна получиться формула 4.1, которая беспроблемная истина. То есть мы просто должны игнорировать здесь оператора возможности. В каких же случаях высказывание должно считаться случаем расширенной моделизации? Согласно диверсу, ординарная моделизация осуществляется для ординарных индивидов. Ординарными индивидами являются внутримировые индивиды, которые имеют пространственно-временную локализацию, причем все части таких индивидов, локализованные в пространстве времени, находятся также в пространственно-временных отношениях друг с другом. Экстраординарные сущности – это трансмировые сущности, такие как, например, трансмировые множество элементами, которых являются индивиды из разных миров. Тогда расширенная моделизация – это моделизация, которая осуществляется для индивидов, не являющихся ординарными. Значит, вот данная идея диверса имеет целью представить не отхок семантическую историю, призванную избежать проблем расширенной моделизации, ну, на основе имеющегося у нас интуитивного представления о различии между ординарным и экстраординарным содержанием. Такое различие действительно полезно, поскольку для сторонника подлинного модального реализма в целом стоит проблема развлечения утверждений, содержание которых релятивизировано относительно какого-то конкретного мира и утверждений, содержание которых не релятивизировано относительно какого-то конкретного мира и охватывает пространство всех возможных миров. Соответственно, используя такое различие на экстраординарные и ординарные индивиды, сторонник подлинного модального реализма может объяснить, как можно утверждать что-то истинное, говоря, например, что единорогов не существует, даже если параллельно утверждается, что единороги действительно существуют. А именно содержание высказывания «единорогов не существует» будет релятивизировано относительно актуального мира. Обычное содержание, релятивизированное относительно мира, то есть получается ординарное содержание, имеет форму в мире W, A. То есть все сущности, о которых говорится, и которые квантифицированы в A, должны быть частью W. Согласно диверсу, добавление оператора возможностей к высказыванию A имеет семантический эффект квантификации внутри мира рестрикторов A. То есть если A имеет содержание в мире W, B, то когда мы добавляем оператор возможностей к A, мы получаем новое содержание для некоторого мира W в мире W, B. Тогда релятивизированное относительно мира содержание при введении оператора возможностей ведет себя в соответствии со стандартной схемой контрпарт-анализа оператора возможностей. Но введение оператора возможностей для содержания, которое не содержит мир-рестриктор, то есть для нерелятивизированного относительно некоторого мира содержания, не имеет никакого семантического эффекта. Тогда формула с оператором возможностей ведет себя в соответствии с принципом избыточного анализа возможностей, который предлагает диверс. Но как мы, собственно, понимаем, когда высказывание содержит релятивизированное содержание, а когда нет? На самом деле никаких специальных средств для этого не требуется. Достаточно воспользоваться только льюисовским так называемым основным принципом семантики, который гласит, что нужно интерпретировать сообщение так, чтобы оно имело смысл. То есть чтобы его произнесение было последовательным и осмысленным. В соответствии с этим основным принципом семантики, сторонник подлинного модального реализма, произнося высказывание наподобие всказывания 4.1, вот, 4.1, это здесь, то есть произнесение высказывания 4.1 должно интерпретироваться как утверждение нерелятивизированного содержания, поскольку обратное приводило бы к тому, что высказывание 4.1 было бы ложным. Далее вот этот алгоритм применения льюисовского основного принципа семантики демонстрируется у Джега в формальном виде. Эту часть я опускаю. Джега говорит, что предложенный диверсом подход интересен, но этот подход влечет за собой другие проблемы в других частях теории возможности. Демонстрируя проблемность этого подхода, Джега рассматривает пример. Пример про Анну и Билла. Представим, что Анна выше, чем Билл. Поскольку Анна и Билл – это обычные люди, то кажется очевидным, что то, что Анна выше, чем Билл – это случайность. И вообще любая теория, которая категорически отрицает случайность этого факта, плохо отражает нашу концепцию возможности. Теперь предположим, что Анна и Билл живут в разных возможных мирах. Тогда высказывание Анна выше, чем Билл – высказывание 4.6. Ложно, если рассматривать его содержание как релятивизированное относительно некоторого мира. Ну, действительно, понятно, почему так. Потому что они не находятся в одном мире. Тогда в соответствии с Льюисовским основным принципом семантики высказывания 4.6 необходимо рассматривать как высказывание, выражающее нерелятивизированное содержание. Потому что тогда, согласно Льюису, 4.6 будет истинным. Соответственно, если мы будем рассматривать высказывание 4.6 как высказывание, выражающее нерелятивизированное содержание, то если мы введем сюда оператор возможности или оператор необходимости, мы должны будем анализировать этот оператор в соответствии с принципом избыточности. Соответственно, использование этого оператора не будет иметь никакого семантического эффекта в соответствии с принципом избыточного анализа операторов возможности и необходимости. Но тогда мы сможем из высказывания 4.6 вывести высказывание 4.7. Необходимо, что Анна выше, чем Вилл. Что, очевидно, противоречит всем нашим интуициям. Согласно Джага, получения такого результата достаточно, чтобы отвергнуть приводящую к нему концепцию модальных операторов. Сторонник подлинного модального реализма, конечно, может попытаться защитить подход диверсы и сказать, например, что высказывание 4.7 безобидно, поскольку в соответствии с принципом избыточности содержание этого высказывания эквивалентно содержанию высказывания 4.6. То есть мы можем просто игнорировать оператор необходимости здесь. Однако Джага утверждает, что этого недостаточно. Корректный подход должен объяснять фундаментальную интуицию случайности высказывания 4.6. А рассматриваемая концепция не позволяет этого сделать. То есть она не позволяет сказать, что 4.6 случайно ни в одном из возможных смыслов. Тогда сторонник подлинного модального реализма мог бы принять высказывание по типу высказывания 4.8 «Анна выше, чем Билл» и «Возможно, что Анна не выше, чем Билл». Но это сработает только в том случае, если первый конъюнкт в этом высказывании будет иметь нерелятивизированное содержание, а второй конъюнкт будет иметь релятивизированное содержание. Только тогда, только в этом случае 4.8 окажется истинным высказыванием. Но это вообще такие изощрения, все равно не то же самое, что сказать, что высказывание 4.6 является случайной истиной. Чтобы быть случайной истиной, высказывание должно иметь содержание, то есть выражать какую-то пропозицию, которая истинна, но могла бы быть ложным. Очевидно, говорит Джега, высказывание не может стать случайной истиной только вследствие того, что какая-то другая пропозиция могла бы быть ложной. Проблемы также не удастся избежать, если мы переформулируем высказывание 4.6 в виде высказывания «Рост Анны равен n», «Рост Билла равен m» и «n больше, чем m», что случайно. Этот вариант не сработает, потому что при таком же подходе нам придется трактовать высказывание «Анна младше своего отца» как высказывание «Возраст Анны равен n», «Возраст отца Анны равен m» и «n меньше, чем m». И трактовать также это высказывание как случайную истину, что некорректно. Наконец, сторонник подлинного модального реализма мог бы попытаться представить нашу интуицию того, что высказывание 4.6 случайно, как ошибочную интуицию. Например, он мог бы сказать, что мы ошибочно заключаем из 4.8, что высказывание 4.6 случайно. Однако суждение о случайности 4.6 возражает Джего гораздо фундаментальнее. Сущность нашей концепции случайности такова, что все факты о человеческом росте являются случайными фактами. Альтернативные концепции случайности, в частности та, которая следует из предложенного диверсом подхода, являются слишком необычными для нас. Итак, Джего подытоживает, что у Льюисовской концепции подлинных возможных миров большие проблемы. И далее Джего переходит к обобщению своего аргумента, чтобы этот аргумент также работал и для двух других концепций подлинных возможных миров, а именно для концепции Егисавы, для концепции Макданилса и еще заодно для концепции модального фикционализма Розена. Значит, обобщение аргумента Джего для концепции Егисавы. Джего отмечает, что Егисавы не применяет теорию контрпартов как таковую, то есть в исходном, в стандартном виде. Поэтому аргумент Джего в исходной формулировке не работает против модального реализма Егисавы. Но концепция Егисавы сталкивается с другой неприятной дилеммой, которая возникает из следующего рассуждения. Так, необходимо, чтобы любая сущность, которая являлась F, являлась F либо необходима, либо случайна. Возьмем толстую W стадию Берти, назовем ее B с нижним индексом W, и зададимся вопросом, является ли W стадия W толстая W стадия Берти необходимо толстой или случайно толстой? Допустим, что толстая W стадия Берти является необходимо толстой. Согласно Егисаве, любая обычная сущность Х, такая как Берти, является, возможно, F тогда и только тогда, когда для некоторого мира У, Х имеет У стадию, которая является F. Поскольку Берти имеет необходимо толстую W стадию, отсюда следует, что Берти является, возможно, необходимо толстым. Но в самой сильной элитической модальной логике S5 есть теорема, согласно которой из возможности необходимости следует просто необходимость. Принимая эту теорему, мы можем вывести, что Берти необходимо толстой. Но это, очевидно, ложное заключение, поскольку на самом деле Берти не является толстым, а является стройным. Чтобы избежать этого ложного вывода, Егисаве придется отказаться использовать S5 в качестве логики метафизических модальностей, что было бы крайне сомнительным решением. Хотя далее Джага отмечает, что Егисаве действительно предполагает, что отношение метафизической достижимости между мирами не является отношением эквивалентности. Согласно Егисаве, метафизическая достижимость обладает свойствами рефлексивности и транзитивности, но не обладает свойством евклидовости. Поэтому Егисаве, вероятно, использует логику S4. Тогда из возможности необходимости не следует необходимость. То есть вот эта теория из S5, у нее нет в S4, она не работает. Но тогда, даже если мы признаем, что Егисаве использует логику S4, возникает все равно другое затруднение. В частности, Егисаве говорит, что мир U метафизически достижим из мира W тогда и только тогда, когда все метафизические законы W являются метафизическими законами в мире U. Как следствие, оказывается так, что нечто могло бы быть метафизическим законом, хотя на самом деле законом и не является. А такой вывод кажется сомнительным. Поэтому использовать логику S4 для метафизических модальностей... Да, сомнительно. Более того, аргумент Джега может быть сформулирован и без обращения к теореме из S5, о том, что из возможности необходимости следует необходимость. Достаточно обойтись... Как это сформулировать? Наверное, фактичности актуальности. То есть пример такой. Берти актуально является стройным в силу того, что его актуальная стадия является стройной. Если эта стадия необходимо стройная, то Берти является актуально необходимо стройным. Из актуальности A следует A, следовательно, Берти необходимо стройной. Но это заключение тоже ложно, потому что Берти мог бы и не быть стройным, что подтверждается наличием у Берти как минимум одной толстой стадии. Поэтому, согласно Джега, Игисава вынужден признать, что стадии не могут иметь свойства необходимым образом, а могут иметь свойства только случайным образом. Более того, Игисава должен признать, что возможности для стадий не могут анализироваться в тех же терминах, что возможности для обычных объектов. Когда мы смешиваем стадии и объекты, у нас получаются такие сложные выводы. У модальных стадий не может быть своих модальных стадий, но модальные стадии тесно связаны друг с другом достаточно важным образом. Например, актуальная стадия и любая другая стадия одного и того же объекта связаны потому, что обе эти стадии являются стадиями одного и того же объекта. Таким образом, отношения между модальными стадиями можно рассматривать как полностью аналогичные отношения между контрпартами. То есть модальные стадии функционируют точно так же, как контрпарты и с формальной точки зрения. Но тогда против концепции Игисава может быть выдвинут тот же самый аргумент, как и против концепции Льюиса с небольшими трансформациями. Далее Джега предлагает формальную формулировку этого трансформированного аргумента, но я ее опускаю. И переходим, соответственно, к возражению против концепции Макданиэлса. Значит, у Макданиэлса кросс-мировое тождество обычных объектов не требует использования ни контрпартов, ни модальных стадий. У Макданиэлса кросс-мировое тождество обычных объектов обеспечивается за счет того, что свойства объектов трансформируются в отношения между объектами и мирами. Однако Макданиэлс все же использует теорию контрпартов да ли адеры модальных свойств пространственно-временных регионов возможных миров. Модальные свойства пространственно-временных регионов возможных миров у Макданиэлса описываются в терминах именно как раз контрпартов, так же, как и у Льюиса. Именно поэтому против концепции Макданиэлса можно выдвинуть такой же аргумент, как и против концепции Егисавы, где на месте этих мировых стадий будут пространственно-временные регионы миров. Значит, формальное представление этого аргумента я тоже пропускаю. И переходим к модальному фикционализму. Джего предварительно дает несколько объяснительных замечаний по поводу того, что собой представляет модальный фикционализм. Модальный фикционализм – это подход, который пытается воспользоваться теоретическими преимуществами теории подлинных миров Льюиса, но без онтологических издержек. И делается это посредством анализа модального языка с использованием фикции возможных миров. Я вот не сообразила, как лучше переводить слово «фикшн» и просто калькирую его и говорю «фикция». Далее. Значит, модальный фикционалист не утверждает, что в других мирах буквально существуют летающие бегемоты, например. Вместо этого он утверждает, что согласно фикции в других мирах летающие бегемоты существуют, и, следовательно, буквально летающие бегемоты могли бы существовать. В общем, модальный фикционализм трактует некое высказывание А как буквальную истину тогда и только тогда, когда результат контрпарта анализа высказывания А, релятивизированный к актуальному миру, истинен согласно фикции. Но модальный реализм терпит неудачу, потому что аргумент, который Джего приводил в параграфе 4.5 против концепции Льюиса, показывает, что фикция сама по себе или фикция в целом противоречила. Это, насколько я понимаю, аргумент против принципа экспортирования. А если фикция противоречила, то любое произвольное предложение, принадлежащие фикции, будет истинным. Таким образом, модальный фикционализм тоже проваливается. Ну и, соответственно, основной вывод главы номер 4 заключается в том, что как возможные, так и невозможные миры не могут последовательно рассматриваться как подлинные миры. Поэтому как возможные, так и невозможные миры должны рассматриваться как эрзац миры в соответствии с тезисом о паритете. На этом мой доклад завершается. Попробую ответить на ваши вопросы. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Вика. Очень интересно. А вот разделение модального реализма на гибридный и подлинный, это является исчерпывающим разделением, да? Простой подлинный модальный реализм – это позиция, в соответствии с которой как возможные миры, так и невозможные миры должны рассматриваться как подлинные миры. Гибридный модальный реализм – это позиция, в соответствии с которой мы возможные миры рассматриваем как подлинные миры, а невозможные миры рассматриваем как эрзац миры. Видимо, можно попробовать и наоборот сделать, то есть рассматривать, например, возможные миры как эрзац миры, а невозможные миры как подлинные миры. Но, видимо, это слишком контринтуитивно, чтобы пытаться рассмотреть такую позицию всерьёз. Но, в принципе, она возможна. Ну, ясно. Спасибо. Тогда, если мы отвергнем гибридный и отвергнем подлинный, то мы отвергнем вообще модальный реализм. Ну да, так и получается. Ну, хорошо, спасибо. Но мы не совсем модальный реализм отвергнем. То есть вот эта вот концепция с эрозацией мирами, она тоже является модальным реализмом с точки зрения джего. Только эти миры понимаются не в подлинном смысле. Ну да, там вот эти возникают пространственно-временные сущности. Ну, это в подлинном смысле, а не пространственно-временные. А эрозацией миры, они, получается, не являются пространственно-временными, а просто какие-то конструкции теоретико-множественные. Да. У меня есть вопрос по поводу тех аргументов, которые джего выдвигает в последней части статьи против модального реализма. Вот, в частности, для начала вот эта проблема случайных внутренних свойств Льюиса. Я хочу спросить, действительно ли мы должны всерьез рассматривать только вот эту возможность, что мы должны различать внутренние и внешние свойства и не рассматривать возможность, когда у нас все свойства считаются внешними. Потому что если мы пойдем по этому пути, то очевидно, что проблема случайных внутренних свойств для нас отпадет. А как можно понимать, например, свойства иметь хвост как внешние свойства? Ну как, достижения, во-первых, медицины велики. Мало ли, может быть, однажды я доживу до того момента, когда у меня будет хвост. Или игрушечный хвост. И вообще некоторые, ну, бывают некоторые врожденные особенности развития, связанные с тем, что у людей действительно есть небольшой, но все-таки хвост настоящий. И никто, ну, то есть я не знаю, как можно сказать так, что вот если бы у меня была такая аномалия развития, то это была бы не я. Мне кажется, что каждый человек мог бы, ну, там, в силу каких-то факторов, действующих на перинатальном периоде, родиться с хвостом. Ну тогда мы могли бы попытаться сформулировать какой-нибудь другой пример с подлинными внутренними свойствами. Не знаю даже какой. То есть с такими свойствами, рассмотрение которых в качестве внешних свойств было бы явно бредовым. Ну вот, есть же, ну, по крайней мере, не в модальной логике, в смысле, ну, не в семантике для модальной логики, а вот в семантике для логики первого порядка, такой вариант, когда в качестве индивида рассматривается просто, ну, какое-то основание для нумерического тождества всё равно какое, а все свойства без исключения представляются либо внешними, либо вообще, может быть, реляционными. Я не знаю. Короче, почему бы и нет? Вот мой вопрос. Почему нет? Чему это противоречит? В любом случае, хотя бы одно внутреннее свойство должно быть, иначе тогда мы не сможем отождествить, да, мы не сможем нумерическое тождество использовать. У нас будут это разные индивиды совершенно. Они не будут отождествовать другую группу. Почему? Мы можем совершенно произвольно провести отождествление. Ну, вот, когда тот же Хинтика, например, рассматривает основания для проведения этих мировых линий, которые отслеживают субъекта, в смысле, объект, один и тот же объект по различным возможным мирам, он прямо говорит, что я не знаю, ребята, как мы это делаем. Давайте просто считать, что мы как-то это делаем, и у нас нет, не возникает вопросов с тем, тождественен объект один из одного возможного мира другому объекту из другого возможного мира или нет. Ну, то есть просто любая произвольная функция и все. Ну, это, конечно, невыдовлетворительное решение в смысле того, что у нас здесь просто оно не соответствует тем целям, которые мы здесь ставим, вот конкретно обсуждая работу Джека. Для Джека обязательно нужно, чтобы мы знали, как отождествляются индивиды между возможными мирами. Вот. И он предлагает только один вариант ответа – это через внутренние свойства. То есть хотя бы одно внутреннее свойство должно быть. других ответов пока нет. Чему конкретно это противоречит? Ну вот, что у нас будет, что нам не удастся сделать из того, что мы хотим сделать вот в этом проекте Джека, если мы признаем все свойства внешнему? Ну, по меньшей мере, аргумент нельзя будет построить, который он выдвигает. Ну, это подгонка под ответ. Он же не пытается выдвинуть аргумент против. Он изначально ищет просто адекватную теорию. И то, что ему конкретно больше нравится теория эрзац миров, это не означает, что все остальные теории тем самым должны быть отвергнуты. То есть вполне возможно, то есть если мы у какой-то теории, которая даже если она кажется нам какой-то неправдоподобной, но мы не можем найти у нее уязвимостей, мне кажется, это означает, что у нас нет оснований считать эту теорию неверной. Ну, здесь же ситуация следующая. Вот у нас есть некоторое естественное представление о том, что мы можем говорить об одном и том же объекте, но с ним что-то другое случилось. Вот и возникает вопрос. На основе чего мы это делаем? Для того, чтобы нам ответить на этот вопрос, мы должны рассмотреть возможные варианты, получается, или какой-то свой предложить. Ну, у Джега нет других вариантов, только через внутренние свойства. Других вариантов он не рассматривает. Мы вынуждены вот с этим согласиться. Вынуждены не в том смысле, что это в принципе единственный вариант, а в смысле того, что, видимо, ничего другого нет. Вот есть еще такой вариант. Все свойства можно рассматривать как необходимые в духе лейбницы. Ну, это, конечно, будет иной проект. Ну, вот аргумент Джега показывает, что мы вынуждены тогда будем признать, что какой там был пример-то, я уже сейчас не помню, что с необходимостью, с хвостом там, да. Если у меня нет хвоста, то я с необходимостью хвоста не имею с точки зрения модального реализма. Ну, да. Тут есть некоторая сложность. Ну, Боба, просто как бы мы должны рассматривать объект как некоторую бесконечность, как некоторый бесконечный набор этих необходимых. Ну, ладно. Хорошо. Спасибо. Вообще, если мы всерьез говорим о модальном реализме, о подлинном модальном реализме, то, мне кажется, мы не должны слишком жесткими рамками сдерживать свое воображение. Если мы представим, не знаю, там какое-нибудь далекое будущее, инопланетные технологии и так далее, ничего, что противоречило бы логике, а просто, ну, что-то, чего мы никогда не видели и не знаем, как это работает. Вот. То, ну, я не знаю, почему мы должны, почему мы должны отвергать представление, что фактически что угодно можно превратить во что угодно. Ну, там, тот же самый трансгуманизм. Да и вообще, мы же говорим не только о живых сущностях, мы говорим о тождестве объектов как таковых. Когда мы рассматриваем просто физическую реальность, то там мы видим гораздо меньше постоянства. должны ли мы пытаться распространить те, скажем, те способы мышления, которыми мы обычно описываем себя и нам подобных существ на антологию вообще. Мне кажется, у нас нет на этом никаких оснований. Тут какая-то, мне кажется, очень странная ситуация тогда возникает в силу того, что метафизически необходимо, что H2O — это вода, то какие бы технологии у нас не были, воду, точнее, H2O никогда не превратить в золото. Да, согласна. Ну, почему? Ну, вот тут как раз возникает различие между, ну, как это сказать, между какими-то фактами, которые необходимы в силу своей логической и лингвистической природы. То есть, почему вода — это с необходимостью H2O? Просто потому, что мы называем это вещество водой. И если когда-нибудь мы скажем, что вот вода — это что-то другое, это будет означать, что мы просто поменяли значение термина, а не то, что мы превратили воду в золото. Вот. В смысле, H2O превратили в золото. Но при этом хвост отрасти человеку — это не лингвистическое превращение, а просто какая-то возможность, которая вот была-была нереализованная, а потом раз и реализовалась. Так мы и воду можем в золото превратить. Берём просто там электроны, переставляем местами с протонными, нейтронами, получаем другой химический элемент. Вот так же, как с хвостом. С водой не пройдёт, потому что золото, если я не ошибаюсь, это химический элемент, а в воде только H2O. Вот мы берём атом водорода, два атома водорода. Возможно, берём ещё несколько молекул, чтобы у нас набралось достаточное количество электронов, протонов и нейтронов. Перекомбинируем их, получаем атом золота. Да, но водой-то он перестанет быть при этом. Меня за такое предложение на химии в восьмом классе хотели выгнать из класса. Вот если мы, например, назовём какой-то какой-то изолированный объём вещества H2O, например, Вася, и скажем, Вася мог бы быть золотом, вот тогда можно рассматривать это высказывание как возможно, потому что имя Вася не зависит от того, какая химическая, ну то есть, скажем так, ношение имени Вася не зависит от того, какая химическая природа будет у этого объёма вещества, а будет зависеть просто от пространственно-временной непрерывности, скажем так. но всё равно у каждого термина существуют какие-то условия применимости, и в этом смысле да, необходимость какая-то существует, однако, ну это значительно более узкая, очевидно, необходимость, чем та, которая говорит Джега, и не знаю, можно ли говорить в этом случае о каких-то внутренних свойствах или нет. Ну вот, почему атомы воды перестают быть водой после того, как мы поменяли их структуру? Сами-то атомы, то есть, само вещество осталось тем же самым? То есть, по идее, это же самое вещество с водой структурой? Не-не-не, тут вопрос не в том, чтобы воду в золото превратить, а в том, чтобы H2O было золоту. Если необходимо, что вода равно H2O, то вместо воды мы золото туда не можем подставить? Потому что H2O это такая дискрипция, в которой отражается специфика структуры того объекта, который эта дискрипция обозначает. H2O это указание на то, что данная молекула имеет вот такую конкретную структуру, то есть, она состоит из атома водорода, она состоит из двух атомов кислорода. То есть, у нас здесь критерием дождества является структурный изоморфизм. Так получается. не наличие свойства внутреннего или внешнего. Мы просто работаем с двумя разными критериями дождества в данном случае. Эти примеры нельзя ставить в один ряд друг с другом. Когда мы говорим об элементах, то вода элементом не является. В воде есть элементы водорода H2 и элементы кислорода. И элементы золота никак не входят в эту комбинацию элементов, которые не есть элементы. Кажется, мы зашли в тупик с этим вопросом. У меня есть еще следующий вопрос. Вот та формула, которая, с помощью которой Джега доказывает несостоятельность, ну, то есть противоречивость сочетания модального реализма Льюиса и теории контрпартов. Там, если я правильно поняла, весь фокус состоит в том, что мы берем вот это отношение быть частью мы берем отношение между объектами и мирами и мы подставляем такие переменные, чтобы получилось, что один мир у нас являлся частью другого. Потому что у нас значит миры рассматриваются как реальные и следовательно могут быть объектами формально. и следовательно могут быть подставлены на места, куда обычно подставляются просто объекты. И у меня вопрос связанный с тем, что может быть это просто несовершенство нашего языка формального. Нельзя ли решить эту проблему с помощью например назначения сортов или видов объектам именно там константам и переменным и соответственно по крайней мере некоторым предикатам. Например, сказать, что вот в предикате быть частью то место, которое соответствует объекту, который является частью другого объекта может заполняться только переменными сорта не миры. Скажем так. И тогда аргумент будет блокирован по сугубо формальным причинам. и это кажется довольно-таки удовлетворительным решением, потому что аргумент-то на самом деле он сугубо формальный, содержательный, если пытаться прочитать вот эту формулу, которую он там дает. Но это просто белиберда, откровенно говоря. Ничего, никакой возможности мыслимой и уж тем более реальной за этим выражением не стоит. И если мы запретим выражение такого рода, то мы ничего не потеряем. Ну, я с самого конца начну. Во-первых, за этим выражением не стоит никакой белиберда, это смысленно утверждение. Я имею в виду 4.1. 4.1 говорит, что W это какой-то мир, и в нем нет какого-то объекта. Это смысленно утверждение. Проблема в том, что у Льюиса нельзя вообще высказывать некоторые высказывания о возможных мирах в принципе невозможно сформулировать. Например, нельзя сказать, что существует там, ну, сейчас я не воспроизведу, где-то это попадалось, что возможно существует в возможном мире. Что-то такое. Типа о нескольких возможных мирах высказывание будет бессмысленным. То есть в принципе нельзя его сформулировать последовательным образом. Вот здесь у нас похожее высказывание о том, что W является возможным миром и есть какой-то Е, которое не является частью этого возможного мира. Ну, то есть мы же говорим, что в другом возможном мире, например, меня нет. это вполне нормально для нас. В модальном реализме это невозможно высказать, потому что будет вот такая непоследовательность. Так, а по поводу частей. Я не знаю почему, но у Льюиса два мира могут быть частями друг друга, и в этом смысле это получается некоторое тривиальное утверждение о том, что эти два мира просто совпадают, это один и тот же мир. Если они являются частями друг друга, это принцип 4-4. Почему он у Льюиса появился, я не могу сказать, зачем это Льюису было надо. Возможно, это как-то связано с тем, что у Льюиса возможные миры это реально существующие пространственно-временные штуки, которые друг с другом пространственно-временных отношениях не состоят. Они никак друг с другом пространственно-временных отношений не имеют. Может быть, для оправдания вот этого Тейриса, например, это донится. Может быть, почему-то тоже дистанциониров так определяется, иметь одни и те же части. Может быть. Ну, то есть, здесь как бы налицо несоответствие наших интуиций относительно возможностей и позиции модального реализма. Льюиса конкретно. Вот та формула, о которой я говорила, это 4-3. Вот просто если попытаться её прочитать, имея в виду, что у нас означают переменные, то, как сказать, грамматически она правильно построена и вроде бы имеет смысл, но она не соответствует ни одной из наших интуиций касательно возможностей, я не знаю, по крайней мере моих. если кто-нибудь может представить себе то, что там написано, я с удовольствием послушаю этого человека. Ну, так 4-3 это уже контрпарт-анализ для 4-2. 4-2 получено просто введением оператора возможности. Вот если у нас оператор возможности применяется, то мы должны его в соответствии с теорией контрпартов вот так вот раскладывать, как это формула. А теория контрпартов нам говорит, что зачем точнее она нужна? Она нужна для того, чтобы говорить, что это не один и тот же объект в одном возможном мире и в другом в люисовском смысле в мирах, а это именно контрпарты какие-то. То есть это не я там, а это мой контрпарт в том мире, потому что я там быть не могу, потому что я в этом мире нахожусь в постоянственном временном. Ну, понятно. Я имею в виду, что 4-3 противоречива и она у нас получается значит с помощью контрпарта анализа формулы 4-1. И я говорю о том, что если если бы у нас был вот такой двухсортный или каким-то иным образом ограниченный язык, то к формуле 4-3 мы бы просто не пришли и меня этот вариант бы совершенно устроил. Ну, тогда теория контрпартов должна как-то быть пересмотрена. Почему? Потому что это просто контрпарт анализ, все. Так нет, я говорю, что можно есть другой вариант не пересматривать теорию контрпартов, а ограничить язык. так, сам предикат быть частью не мог на месте первого объекта содержать в себе мир. То есть туда нельзя было бы подставлять мир. Так вот это у нас и появляется из-за теории контрпартов. Вот если ты немножко раньше посмотришь в тексте, там показано, как эта теория перевода работает. Там все переменные, которые формули, которые мы переводим, они должны получить контрпартов свои. То есть мы не о тех самых объектах говорим, а мы говорим только об их контрпартов. Если у нас в формуле есть переменная, которая по бейнрам пробегает, то мы должны взять контрпарт мира в соответствии с теорией контрпартов. Тогда надо пересмотреть теорию контрпартов, если ты не хочешь, чтобы у тебя миры были частями. Почему именно на теорию контрпартов? Я могу просто пересмотреть язык, то есть без всяких контрпартов просто сказать, что нет, ребята, ни один мир никогда, ни сам, ни его контрпарт не могут стоять на первом месте предиката быть частью, и все. в этом случае рушится схема перевода и рушится вот этот контрпарт анализ для оператора возможностей. То есть теорию контрпартов надо пересматривать. Ну, хорошо, если будет таким образом ограничен язык, я согласна, какая-то модификация теории контрпартов тоже потребуется, но это не значит, что нам нужно от нее в принципе отказаться, потому что я еще раз говорю, проблему создает не отношение, то есть не предикат С, а предикат П, на мой взгляд. Ну, вот одна из версий, которую Вика высказала, что предикат быть частью у нас используется у Льюиса для того, чтобы дать критерий тождества для миров. Мы можем иначе сформулировать критерий тождества для миров как-нибудь. Ну, так это не Льюисовский тогда модальный реализм, здесь мы про него говорим. Ну, в принципе, да, да, но в общем все это, как мне кажется, представлено в книге таким образом, ну, меня в принципе даже не только к этому фрагменту есть эта претензия, в книге представлено все таким образом, будто бы существующие теории модального реализма, это единственное возможные, ну, я имею в виду подлинный модальный реализм, либо гибридный, это единственное возможные теории такого рода, и опровержением этих конкретных теорий Джега добивается аргумента в пользу принятия его вот этой вот версии модального реализма. Мне это кажется необоснованным, потому потому что вот также мы можем модифицировать юисовский модальный реализм, так как я сказала, либо любой другой из представленных форм модального подлинного либо гибридного модального реализма любым другим образом, не обязательно, ну, то есть Джега нигде не показал, что те возможности, которые он рассматривает и отбрасывает, исчерпывают множество возможных форм подлинного и гибридного модального реализма. Мне кажется, этот разговор беспредметен, потому что никто не обязан опровергать то, чего еще нет. Ну, если бы было такое требование, что нужно опровергнуть абсолютно все, что может только придумать, тогда никакая книга бы просто не была написана. Вот сейчас есть такие версии модального реализма, вот они опровергнуты. Ну, если ты придумаешь новую версию модального реализма, ну, хорошо, придумай, предложи, может быть, Джега с ее опровергнет тоже, может быть, нет, согласится с тобой. О чем тут разговаривать-то? Да, и я бы хотел добавить в отношении опровержений, в общем-то, мне кажется, Джега даже и не опровергает, ну, например, нету дедуктивного опровержения позиции Яги Савы. Аргументация Джега с одной стороны великолепна. Он пытается опровергнуть формулу Яги Савы, если, возможно, необходимо, то необходимо, если я не ошибаюсь. И аргумент Джега замечательный. Он говорит, что в Льюисовской, в Льюисовской смысле, как Кларенса Ирвинга Льюиса в системе СС-5 эта формула действует, а в системе Кларенса Ирвинга Льюиса С-4 эта формула не действует. Но он говорит, что в системе Кларенса Ирвинга Льюиса С-4 возникают немножечко иные проблемы, но мне показалось, что эти иные проблемы, я точно не воспроизведу, они на самом деле решаются в том же духе, в котором совершился переход от С-5 к С-4. Надо просто сделать еще шажок и от нормальных, в смысле крепких логик С-4 перейти к ненормальным, неполным логикам в смысле С-4. И тогда Ирвинга не опровергается. Не опровергается на самом деле. Но у Яги Савы другая сложность. Поскольку он там занимается метафизическими, ну то есть алитическими модальностями в метафизическом смысле, он как бы вступает в некоторый конфликт со всем мейнстримом, согласно которому С-5 это есть логика для метафизической модальности. Есть аргументы в пользу того, что это именно та логика, которая метафизическую модальность описывает. А С-4 это не метафизическая модальность. Он о чем-то другом говорит. Ну да, здесь он говорит о физической необходимости, допустим. Может быть, не знаю, но как бы дедуктивного опровержения ведь все равно не получается. Все зависит от того, как мы трактуем Яги Саву. Ну, тот аргумент, который против Яги Савы высказывается, я думаю, можно представить в формальном виде, по крайней мере, схематично он представлен в книге. Из вот этой возможно-необходимо что-а, у нас выводится необходимо-а, и это противоречит нашим интуициям. Да, но ошибка-то заключается в том, что надо действовать не в С-4 уже, а в урезанной С-4. Не в нормальной С-4, а в ненормальной в смысле крепке С-4, тогда нет никакого опровержения Яги Савы. В ненормальной в смысле, то есть там правила Гёделя что-то не работают? То есть мы необходимость не можем навешивать? Ну, я точно не знаю, есть какие-то там окрестностные что-ли, семантики или что-то в этом роде. Я, к сожалению, не могу точно назвать, каким образом урезаются нормальные С-4 до вот этих неполных систем. Я точно не помню. Насколько я помню, нормальные логики предполагают, что, во-первых, у нас есть правило Гёделя, что если у нас а, это теорема, то тогда теоремой будет необходима а. и ещё дистрибутивность необходимости относительно аппликаций. Вот, если как-то одного из этих принципов нет, то это уже ненормальная логика. Вот, ну, то есть, если мы отказываемся от какого-нибудь из этих двух принципов или от двух сразу, то у нас получается, что мы уже не необходимость и возможность в аэлитическом смысле описываем, а, допустим, там, понятие знания, как вот модальности знания там работают, или диантические модальности, но тогда это вообще получается, что отказываясь от нормальной логики, мы отказываемся от наших претензий на то, чтобы построить метафизику аэлитических модальностей, вот и всё. То есть, это получается совершенно бессмысленное мероприятие. Если только необходимо использовать S5 для метафизики? Да не только S5. Любая система, если она ненормальная, то это неолитическая модальность. Ну и хорошо я над этим подумаю, у меня ещё вот такой вопрос возник, а зачем обосновывать невозможные миры? Ведь по определению, если мы берём невозможные миры, то это невозможные возможные миры. Зачем нужно специальное обоснование этих самых невозможных миров, если по определению все невозможные миры есть невозможные возможные миры? Джага вначале отвергает эту возможность, она не позволяет различать гиперинтенциональные штуковины между собой. то есть не все невозможные миры являются возможными. Вначале ведь он этой главы говорит, что такое невозможный мир. Невозможный мир это мир, который содержит в себе что-то невозможное, репрезентирует что-то невозможное. Вот возможные миры не только возможные репрезентируют, а невозможные репрезентируют что-то невозможное. Я кажется понял. То есть с первого же шага мы говорим о какой-то метафизике, Поскольку с точки зрения Все невозможные миры есть возможные С точки зрения Семантики возможных миров Все невозможные миры есть возможные Но мы их рассматриваем Подобно возможным мирам Ну если по крайней мере у нас принцип паритета Уж точно выполняется Тогда мы и метафизически Подобно возможным мирам Нет, нет, нет Лев, я бы так не сказал невозможные миры буквально есть невозможные возможные. Если мы находимся в рамках семантики возможных миров, то это буквально. Всякий невозможный мир есть невозможный возможный мир. Мы же, когда рассматривали главу про гиперинтенциональность, выводом Джега по главе было то, что семантика возможных миров это хороший концептуальный каркас, но для того, чтобы он соответствовал нашим задачам, нам нужно его дополнять. И он его дополняет именно невозможными мирами. То есть в итоге тот концептуальный каркас, в котором работает Джега, можно было бы называть дополненной семантикой возможных миров или как-то иначе, но он отличается от классической семантики возможных миров именно тем, что кроме возможных миров там есть еще и невозможных. Ну, и я бы сказал, что это совсем уже не семантика возможных миров. Это можно называть семантикой возможных и невозможных миров. Ну, может быть. Но лучше, наверное, это надо назвать не семантикой, а просто метафизикой. У меня вопрос примерно в ту же тему, на понимание скорее. Невозможный мир, если мы посмотрим на его логические характеристики. Но есть два варианта условно. Первый вариант, что там, ну, как бы можно сказать, не работают законы логики в том смысле, в котором мы их определили в начале. Тогда можно предположить, что там могут работать какие-то другие законы логики. А можно предположить, что там в принципе логические законы проваливаются и не работают никак. Никакие их там невозможно сформулировать. К какому варианту Джега ближе? Боюсь ко второму. У него немножко не то, не то. Он говорит, что там могут работать, точнее, там могут не работать какие-то законы классической логики, соответственно, работать какие-то принципы неклассических логик. Но это не обязательно. В некоторых невозможных мирах могут не работать вообще никакие логические принципы. Ну, как я понял, первый вариант это позиция Кресвелла. И она, мне кажется, вполне корректна. А у Джега может быть что-то среднее между первой и второй. Но я бы сказал, скорее, вторая позиция. Мне кажется, что вот этот вот вопрос, он связан с вопросом, ну, в смысле, с темой, которого Джега пока что еще толком не раскрыл, а именно с пониманием того, какие логические переходы являются тривиальными, а какие нетривиальными. Я не помню конкретно слово, это ли он использовал или какое-то близкое по смыслу, но насколько я поняла, вот до сих пор то, что изложено, то, что изложено, оно как-то выдержано в том духе, что даже невозможные миры не являются тривиально противоречивыми. но тогда было бы, тогда было бы действительно, потому что иначе было бы о них неинтересно рассуждать, потому что у нас невозможные миры призваны формализовывать содержание людей, убеждений людей, когда эти люди убеждены в чем-то несогласованном или даже самопротиворечивом, но при этом мы не рассматриваем тех людей, которые убеждены в тривиальных противоречиях и тем самым считают равновероятным абсолютно все. Мы же с этого и начали, что мы считаем нормальным агента, который имеет противоречивые убеждения, но при этом мы никогда не будем считать нормальным агента, который убежден во всем в равной степени. И именно эту интуицию призвана реализовывать семантика, которую разрабатывает Джега. Поэтому вот это понятие и развлечение между тривиально противоречивыми мирами и нетривиально противоречивыми оно где-то там должно быть видимо раскрыто. Ну вот все опять углубились в невозможное. Да я просто про статью одну вспомнил, которую читал пару лет назад. Я пришлю в чат и напишу вкратце о ней. Это вот вопрос, который я задавал, он с этой статьей связан. Сейчас просто тяжело сформулировать. вообще, наверное, относительно логики возможного мира, точнее невозможного мира, наверное, ситуация, ну как мне кажется, должна выглядеть следующим образом. Вот с одной стороны мы можем говорить о том, что невозможно в соответствии с законами природы, например, но это отражается обычными возможными мирами. Мы можем говорить о том, что не соответствует метафизическим принципам или каким-то концептуальным истинам. Это, соответственно, тоже возможными мирами отражается или нет. То есть либо на стадии метафизики у нас проходят границы между возможными и невозможными мирами, либо только на стадии логики. Вот если мы заявляем, что вода с необходимостью тождественно H2O и по-другому никак быть не может, то те миры, где вода всё-таки не является H2O, они метафизически невозможны, но при этом логически невозможны. Соответственно, мы когда рассматриваем семантику только возможных миров, как мы учитываем вот эту ситуацию с концептуальными истинами? Это как бы вопрос такой. А собственно, по поводу невозможных миров и логики невозможных миров у меня появилось такое соображение. Ну вот допустим, кто-то убежден, что 2 плюс 2 равно 5. При этом этот агент не убежден абсолютно во всём. Очевидно, если мы будем использовать классическую логику, то мы покажем, что 2 плюс 2 равно 4, 4, а для этого агента 2 плюс 2 не равно 4, то есть получится противоречие и соответственно он должен быть убежден обо всём. Вот. И вот это вот 2 плюс 2 равно 5, это невозможно с точки зрения чего. Если мы утверждаем, что математика такова, какая она есть в актуальном мире, она во всех возможностях мирах, то тогда логически невозможно, чтобы 2 плюс 2 было 5. Соответственно, вот тот невозможный мир, который мы с необходимостью используем для того, чтобы репрезентировать содержание убеждения этого агента, он будет не соответствовать законам классической логики. Будет ли он при этом соответствовать законам какой-то другой логики? Это открытый вопрос. Мы с другой стороны закон тождества по идее это один из совсем базовых законов. Есть, конечно, какие-то логики, которые я так никогда не смотрел, в которых якобы происходит отказ от закона тождества. Это невозможно, чтобы объект не был тождественным сам себе. но поскольку мы можем задать осмысленный вопрос об этом и получить осмысленный ответ на этот вопрос, то должен быть такой невозможный мир, где объект не тождественен сам себе. Соответственно, там ни классическая логика, ни интуиционистская логика, ни много-много других логик не работают. Другой вопрос остается с этими логиками, закон тождества пересматривается, что это за логики такие и действительно ли это какие-то адекватные логические системы. Я никогда с ними не знакомился, и поэтому мне не совсем понятно, что в таких невозможных мирах с логикой должно происходить. А точно должен быть невозможный мир, в котором закон тождества нарушается? Уже есть какое-то содержание. Вот есть обычный агент, он верит во все самое обыкновенное, то есть никаких противоречий у него допустим нет, такой идеальный агент, но при этом он верит, что объект может не быть тождественным самому себе. Чтобы репрезентировать содержание убеждения этого агента, нам придется вводить невозможный мир, где это выполняется. Лично мне с трудом удается представить себе такого агента. Вот да, видимо в этом то и есть вопрос. Интересно, не между границами между возможными и невозможными мирами, а граница, если она есть, между невозможными мирами и не мирами вообще. То есть мы можем действительно составить такое множество предложений, где одним из них будет предложение о том, что некоторый объект не тождествен сам себе. Или может быть даже, что никакой объект не тождествен сам себе. Однако будет ли это множество предложений описывать какой-то невозможный мир, или это будет просто какой-то языковой знак, который в целом мы не должны рассматривать как осмысленный? Может проще отказаться от идеи, что логика должна репрезентировать мир. Правда, с семантикой возможных миров это сделать сложнее, отказаться от идеи репрезентации, но в отношении логики вообще запросто, мне кажется. вот вот я сейчас немножко поискал и вспомнил об этих работах по логике, где от закона тождества отказ происходит, они называются шрёдингеровские логики, вот это не классические логики, где закон тождества он там выполняется, но выполняется в ограниченном смысле, и мотивацией служат вот всякие эффекты в квантовой механике, где элементарные частицы могут быть неразличимыми в принципе. То есть у нас получается, что выражение там какое-нибудь там а равно б, это в общем смысле неправильно построена формула в этой логике. Закон тождества всё равно выполняется, но выполняется в ограниченном смысле, совсем от него отказаться не удаётся. Ну да, это хорошая идея. Так же, как закон запрещения противоречия в параконсистентных ограничивается, так же и здесь происходят некоторые ограничения. И вот как раз если мы желаем найти логику для той или иной области, для физики, метафизики или ещё чего-то иного, мы должны прежде всего смотреть в сторону подобных ограничений. Ну, например, вот нормальных модальных систем переходить к ненормальным модальным системам и так далее. Это всё очень продуктивно, мне кажется. Ну вот у Джага же есть про открытые невозможные миры. Или подождите, как они там у него формулируются? Ну да, просто открытые миры, которые не обязательно подчиняются вообще каким бы то ни было логическим законам. Получается, могут быть такие невозможные миры, которые вообще никаким логическим законам никакой логики не подчиняются? Это очень плохо и страшно, мне кажется. Может быть, перевод другой нужен? Тут ссылка даётся на Приста, что Прист в 2005 году, в работе 2005 года такие миры назвал открытыми мирами. И да, что это очень такое, очень свободное понятие мира, что этот мир представляет нечто, что вообще не подчиняется каким-либо логическим законам. Ну и Джага обосновывает, зачем такие миры ему нужны. Он говорит, тогда у нас будет достаточное количество невозможных миров, чтобы строить вот эту fine-grained теорию содержания. Ну вот у меня всё же возникает этот вопрос, а вот мир, в котором вода и H2O это разные, это возможный мир или невозможный. Ну то есть метафизически это невозможно, но логически это ведь вполне всем можно столько представить. Или же логика с метафизикой здесь совпадают. С другой стороны, логика же не предписывает нам содержание каких-то концептуальных истин. А мы свободны вроде бы, когда логикой занимаемся, свободны от этих концептуальных истин. Можно предположить, что метафизика всё-таки нуждается в физике, а то, чтобы вода не была H2O является физически невозможным, поэтому оно является и метафизически невозможным. Ну нет, оно является физически невозможным, это да, но оно является метафизически невозможным по другой причине, по причине того, что слово вода обозначает H2O. Всё это концептуально истина какая-то. Ну, может, конечно, это и другая причина, но я пока не понял. Вот у Джека интересно в тексте, он когда формулирует эти различия между типами возможностей и невозможностей, он как будто бы не различает метафизические возможности и метафизические невозможности, логические возможности, логические невозможности. То есть все типы этих возможностей он проецирует и на невозможности. То есть невозможности тоже могут быть одного из из этих пяти перечисленных им типов. Получается, что граница между возможными и невозможными мирами никак не зависит с точки зрения Джега, либо он об этом не думал, от того, какой тип возможности или невозможности мы рассматриваем. Ну, тут же ведь ситуация следующая. Если вот с точки зрения физики «Ж» на Земле будет 9,8, с точки зрения законов природы, даже будем так говорить, допустим, то физически невозможно, чтобы на Земле «Ж» было больше, чем 9,8. Ну или там, не знаю, чтобы оно было там 100 равно. Но метафизически это вполне возможно, и логически это тоже вполне возможно. И мы можем себе представить нормальный возможный мир, в котором на Земле действительно ускорение свободного падения будет равно 100. а не 9,8. Хотя физически это невозможно. Это нормальный возможный мир, это не невозможный мир. Ну, здесь, видимо, надо всё-таки метафизику как-то связать эпистемической логикой. Если метафизик знает, что 9,8, то он не скажет, что возможно, что 100. Ну, тогда получается, что у нас слишком много каких-то необходимых истин возникает. Ну, я ведь знаю, что у меня нет хвоста. Ну, значит, у меня с необходимостью нет хвоста. Ни в одном возможном мире. Ну, по идее так, но метафизик этого не знает. А вам не кажется, что мы пытаемся поставить телегу впереди лошади? Мы пытаемся рассуждать о том, что является возможным, а что невозможным до того, как определить понятие невозможного мира и понять, как он, вообще говоря, конструируется. Мне кажется, что когда у нас будет это понятие, ну, мы уже с ним можем примениться к этому случаю, о котором говорил Лев, и сказать, что вот у нас такое понятие, что в данном случае, ну, скажем, это мы должны интерпретировать этот мир как возможный или как невозможный. Да, да. Спрашивается, зачем мы забыли хинтику? Он же был первым или одним из первых. Почему мы его игнорируем? Почему мы его не видим? Почему мы его никак не учитываем? Это, конечно, правильный подход ожидать сначала определения невозможного мира, а потом, исходя из него, что-то по поводу невозможности выводить. Но здесь-то у нас вначале даётся определение, что невозможный мир — это такой мир, в котором что-то невозможное есть, который репрезентирует что-то невозможное. То есть какое-то определение у нас уже есть, во-первых. Во-вторых, мы видим, что тут у нас для определения того, что такое невозможный мир, используется понятие «невозможное». Да, соответственно, если мы надеемся, что мы невозможное потом определим через невозможный мир, то у нас просто круг в определении возникнет, если мы на этом же определении остановимся. Посмотрим, что, конечно, Джага пишет в следующей главе, где он непосредственно свой подход будет по этому поводу развивать. Но пока у нас ситуация такая, что обратного пути как бы нет. И в продолжении еще рассуждения Дмитрия Владимировича, которое было до этого по поводу воды, H2O и моего хвоста. Да. Если у нас метафизика должна быть связана как-то физикой, то не кажется ли, что в этом смысле и логика тоже должна быть связана физикой и мало чем еще? Иначе говоря, вот у нас, если на Земле в соответствии с законами природы ускорение свободного падения равно 9,8, то что значит, что мы можем себе помыслить, что ускорение будет другим? Мы себе мыслим какой-то возможный мир. Возможно в каком смысле? В логическом? Я полностью согласен, что логика должна быть связана. Если у нас, допустим, используется материальная импликация, то мы излишне свободны, мы страшно свободны. И поэтому-то Кларенс Ирвин Крюис стремился к понятию какой-то там релевантной импликации, строил какую-то содержательную, именно потому, чтобы ограничить ту бесконечную свободу, которая дается логикой. Лев, а повтори еще раз про ускорение свободного падения. Это какая невозможность, по-твоему, или наоборот, возможность? Слышно меня сейчас? Да. О, а то я тут что-то говорил, а меня, видимо, не слышно было. Значит, то, что ускорение свободного падения не равно 9,8, ну или там, если хотите, там какое-то точное число, там в какой-то определенной точке планеты, которое всегда должно быть одним и тем же каким-то. Ну или там даже берем разброс, допустим, от 5 до 15. Соответственно, если у нас ускорение свободного падения будет не попадать в этот промежуток от 5 до 15, то тогда мы имеем дело с каким-то возможным миром, который с точки зрения законов природы невозможен. А почему он невозможен с точки зрения законов природы? Ну, потому что физически необходимо, чтобы ускорение свободного падения на планете Земля было 9,8. Ну, а допустим, какой-нибудь контрпарт Земли с другим ускорением свободного падения, ну, понятно, это возможный мир. Да, это обычный возможный мир. Он не является невозможным в смысле того, что он какую-то невозможность репрезентирует в каком-то абсолютном джаговском смысле. Мы просто должны отказаться изначально от контрпартовой физики. Ну, то есть в другом возможном мире Земля имеет точно такие же параметры, например, массы, и что там ещё важно для силы тяжести, но при этом имеет другое ускорение свободного падения? Ну да, там законы природы какие-то другие. А, всё, я поняла. Или там где-то чёрная дыраль пробегает. Вот, а у меня ещё было соображение, которое так и не было, видимо, озвучено, хотя я его озвучивал в своём, возможно, мире. Возражение такое, точнее, не возражение, а соображение. Вот Дмитрий Владимирович говорит о том, что логика должна быть каким-то образом связана. И до этого было высказано, что метафизика должна быть связана с физикой и так далее. Не кажется ли тогда, что логика какая-то чересчур у нас получается ограничивающая в этом смысле? Ну, что значит, чтобы логика была связана, ну, допустим, физикой с чем? То есть, получается, логически должно быть невозможно, чтобы ускорение свободного падения было отличным от 9,8? Ну, я считаю, что логика должна находиться на своём месте. Она и должна давать такую вот предельную свободу, которую мы понемножечку урезаем. Урезаем внутри самой логики, создавая специальные семантики. Урезаем за рамками логики, физики, например, вводя какие-то нелогические постулаты. Ну да, но, Дмитрий Владимирович, вы сказали, что логика должна быть как-то ограничена. Что имеет ли это? Ну, всегда для того, чтобы рассмотреть, логически проанализировать ту или иную область, мы должны как-то логику детерминировать, как-то перейти от самых минимальных ограничений, ну, вот я называл материальную импликацию. Если мы сравним вот те ограничения, которые налагает на нас материальная импликация, допустим, с ограничениями той же физики, то физика, может быть, ограничивает, что я через секунду буду птичкой, а через две секунды буду рыбкой, но материальная импликация ограничивает лишь то, то, что если А истина, А, Б ложна, то это не может иметь место там, ну, где угодно. Только это. Когда мы вводим вместо материальной импликации, там, строгую импликацию, то мы уже еще что-то отрезаем, не доходя, правда, до запрета в отношении того, чтобы я через следующую секунду не был птичкой, а через две секунды не был рыбкой. Это мы не ограничиваем релевантными логиками никак еще. Физика лежит на уровень ниже где-то, ну, может быть, на несколько уровней ниже. Она отъедает еще свободу от, так скажем, наших безграничных возможностей, которые есть в классической логике с материальной импликацией. Ну, я же могу быть через секунду птичкой, через две рыбкой с точки зрения классической логики? Могу. Я не могу только утверждать, что имеет место, если А истина, А, Б ложна, то такое быть не может. Вот лишь в этом меня материальная импликация дисциплинирует и заставляет строго это признавать. А то, что я буду через секунду птичкой, а через две рыбкой, это, извините, классическая логика меня не заставляет делать. Хочу и буду. Ну, примерно так. Ну, я здесь с Вами полностью согласен, только вот у меня такой вопрос возникает. А ограничение логики какими-то принципами, допустим, физическими законами, это ведь не создание новой логики? Логика ведь та же самая остается у нас при этом. Да, 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 я согласен. Где-то вот лежит эта граница, я точно даже не скажу. Мы уходим в какие-то ненормальные конкретные системы, типа там квантовой логики, где коты Шердингера дисциплинируются. Но мы не доходим до запрещения того, чтобы быть птичкой, а потом рыбкой. Где-то границы есть. В сущности, мне кажется, мы здесь имеем дело со старым как мир понятием возможность непротиворечиво помыслить что-то. Вот это самое непротиворечиво, оно просто определяется относительно каких-то принципов, которые мы принимаем. То есть, если мы говорим, что нас интересует возможность непротиворечиво помыслить что-то для агента, обладающего всеми необходимыми или всеми имеющимися у нас лингвистическими компетенциями, тогда нам придется, например, сказать, что он не может непротиворечиво помыслить воду, которая не является H2O. Если нас интересует возможность непротиворечиво помыслить для агента, который, допустим, обладает начальными знаниями логических законов, то тогда нас интересует возможность... То есть, тогда мы говорим, что он не сможет непротиворечиво помыслить мир, в котором существуют объекты, не тождественные сами себе. А если нас интересует возможность непротиворечиво помыслить для агента, обладающего знанием физических законов в нашей Вселенной, тогда получится, что действительно для такого агента невозможно помыслить Землю, в которой ускорение свободного падения было бы равно 100. В общем, как мне кажется, говорить здесь о логике... Ну, то есть, можно и избежать этого разговора, потому что понятие противоречия, которое изначально приходит к нам из логики, оно, вообще говоря, может рассматриваться не в контексте логики, а просто как противоречие чему-то, чему-то, что мы выбрали в качестве базиса. Продолжение следует... Продолжение следует...